Брайт Парк вдохновляет! В Брайт Парке тысяча автомобилей с ПТС всегда в наличии! Брайт Парк. Лада. Екатеринбург. В прошлом выпуске новостей мы уже рассказывали о заседании Думы, где были приняты изменения в бюджет. На этом же заседании рассматривался еще один немаловажный вопрос о внесении изменений в генеральный план Азбеста, что позволит получить городу статус территории опережающего развития. Однако большинство депутатов не поддержали предложение администрации о введении изменений в генеральный план. Эту ситуацию мы попросили прокомментировать депутата Думы Дмитрия Александрина. Дмитрий Викторович, 11 октября состоялось заседание Думы нашего города. Среди множества прочих вопросов был вопрос о территории опережающего развития. Давайте напомним нашим жителям города предысторию этого вопроса. Программа по территории опережающего развития – это государственная программа поддержки малых городов, моногородов, которые построены вокруг одного предприятия. И для того, чтобы выйти из этого положения, наше правительство, президент Российской Федерации, придумали вот такую программу в рамке многих, которая помогает городу выжить в этой ситуации. Для того, чтобы устроились новые предприятия, открывались новые производства. То есть диверсификация производства производилась в городе, чтобы были разные, разные направленности. Значит, естественно, что для того, чтобы предприятия открывались именно здесь, государство принимает эту программу, которая является вообще большим трудом Министерства экономики, администрации города, Думы Асбестовского городского округа. И готовится она иногда даже больше года, потому что действительно очень много условий. И нужно же сюда привлечь на эту территорию инвесторов. И потом государство, принимая эту программу, целенаправленно на этой территории дает налоговые льготы. Поэтому инвестор сюда идет, и при этом еще и привязывают к местности. И, соответственно, открываются новые рабочие места, и люди не разъезжаются, остаются жить здесь. Вот этот вопрос уже возникал на Думе в этом году, в начале, по-моему, года. Почему-то он как-то не прошел. Что случилось? На самом деле весной, когда этот вопрос фракция коммунистов в Думе зарубили, для нас это было определенным шоком, да и, в общем-то, для всех горожан. Потому что действительно полтора года вместе с администрацией, вместе с Министерством экономики готовили вот этот проект. Титанический труд. Это огромный труд. Значит, там с каждым инвестором нужно проработать инвестиционную программу. Нужно посмотреть, что это за предприятие. Нужно привязать к определенной земле, скажем, да, участку. Там должны быть все коммуникации. И там очень много документов, которые проходят государственную экспертизу, еще нужно пройти. И вот, а, ну и надо ведь сказать, что мы не одни такие. Нужно еще побороться с другими городами. Нужно показать эту инвестиционную привлекательность. Все ведь хотят. Значит, но при этом по формальным признакам, значит, Дума не приняла это решение. Представители КПРФ были против. Значит, они сказали всем людям, что а вдруг туда зайдет сурьменное производство. Но сразу же был перечень этих предприятий, выставлен администрации и рассказан Думе. Но там не было сурьмы, и НСК не было. Ну, отказали-отказали, как говорится. Администрация обратилась в суд, и этот суд выиграла, причем во всех инстанциях. И вот сейчас Дума должна была выполнить решение суда. То есть, я правильно понимаю, суд обязал Думу принять проект вот этого решения? Совершенно верно. Значит, правильно это решение называется изменение градостроительного плана. Специально для того, чтобы можно было дальше ТОР уже начать, как говорится, представлять эти документы на конкурс. Значит, это одно из условий вот именно формирования, ну, скажем так, этого домика из вот таких кубиков мероприятий. Значит, и суд обязал Думу принять это решение. Но, к сожалению, оно принято не было. Причем абсолютно по формальным признакам. Очень долго шло опять обсуждение на вчерашней Думе. Значит, очень долго и, по-моему, как-то абсолютно неаргументированно выступали ораторы, которые были против этого. В конце концов, закончилось тем вообще, что давайте вернем администрации на доработку, чтобы проект решения просто разделили на три части. Разве из-за этого можно не принимать решение вообще? И оно, к сожалению, представителями КПРФ было не принято. Значит, 9 человек проголосовали за это решение, 10 человек проголосовали против. А чем это грозит Азбесту сегодня? Допустим, вообще ТОР не примется. Значит, вот та работа, которая была проведена по участию в конкурсе, она была и привлечению инвесторов, она была проведена, если мы весной говорили, что 4 миллиарда должно прийти в город денег, то сейчас уже 4,4 миллиарда. Вы представляете, какая-то колоссальная сумма для города Азбеста, для строительства предприятий. Это 800 с лишним рабочих мест. Это налоги в местный бюджет. Это вообще поднятие бюджета всего города. Это развитие города. Это дороги. Это тротуары. Это наши детские сады. Это наши спортивные площадки и так далее, и так далее, и так далее. Значит, ну, грех сказать, чтобы свой бюджет поднять ровно в два раза, построив эти предприятия, не ездить работать куда-то в Екатеринбург, там еще куда-то, а работать здесь на родной земле. Ну и тогда и строительство начинается, дома начинают строить, люди начинают покупать квартиры. А сейчас все закредитованы, все в ипотеках, а ездят работать кто куда. В основном, конечно, в Екатеринбург. Город начинает сжиматься, и город начинает умирать. Начинается миграция населения. Если мы хотим, чтобы наш город жил, нужно воспользоваться этой программой. Ну, это ясно, как белый день. Еще для этого есть государственная программа, под которую подготовлены все документы. Взять и зарубить этот конкурс – это большая глупость и вредительство жителям города Азбеста. Я так считаю. А как вы думаете, как будут дальше события развиваться? Вот в этом направлении я имею в виду. Я считаю, что уже весенним решением мы показали, вернее, депутаты КПРФ показали недоговороспособность и неспособность работать на жителей города. Глобальных масштабах. Значит, и комиссия, которая решает, правительство Российской Федерации, которая решает быть территорией опережающего развития на этой местности или не быть, тоже ведь смотрит. А насколько, как говорится, все этого хотят? Все ветви власти, все горожане и все. А если отказать раз, потом еще и приговор суда, значит, обязательство не выполнить, тоже отказать. Ну, кто же будет идти навстречу? Движение навстречу должно быть всегда обоюдное. Нужно драться за свой город. Нужно бороться за него. Нужно участвовать в конкурсах и показывать инвестиционную привлекательность. Решение коммунистов на вчерашней думе – это подножка городу Азбесту. Я, честно говоря, сейчас не очень уверен, что у нас получится со стороны. Почему у нас к пункту 1.3 нет никаких графических отображений? Или они есть? Я могу отвечать на вопрос? Да, вы можете ответить, пожалуйста. Представленные вами обоснования предоставляются к чему? К проекту решения думы или к заявке на создание торта? К проекту решения думы. К проекту решения думы предоставлено то, что предоставлено. К проекту решения думы прошел в публичное слушание и два заседания в суде. Если вы считаете, что здесь что-то не хватает, но суд у него в другое мнение. Дело не в суде. Дело есть в статье номер 23 градостроительного кодекса, где говорится, что графическое изображение территории должно быть. Мы рассматриваем генеральный план. Графическое изображение территории рассматривалось в том числе на публичное слушание. Но а нам-то почему это не предоставляется в Думу? Мы как должны терипатически обратиться на общественные публичные слушания и получить информацию? В 22 марта были предоставлены документы. Здесь представители, как это представляли? Подождите, давайте посмотрим решение Думы о 23 дела. То есть графические изображения были представлены по первым двум блокам вопросов. Это газификация, это проведение ЛЭП и прочие вопросы именно первые два раздела. По третьему разделу ни одного графического отображения здесь нет. Есть только пункт 9. Вот он. Вот, смотрите, приложение номер 9. В ходе обсуждения на заседании Думы эти все материалы предоставлялись специалистами. Обращаю Ваше внимание, что Дума Азбестовского и Городского округа с статьей 24 и 29 кодекса принимает решение с учетом протокола публичных слушаний и заключения при этом публичных слушаний. Если есть вопросы по проекту решений, выносимые на публичные слушания, обратитесь прежде всего к протоколу публичных слушаний и заключению при этом публичных слушаний. Подменяйте, пожалуйста, понятие. Вопрос не о публичных слушаниях, вопрос о графическом отображении. Эти все материалы были предоставлены, которые первым рассмотрели. Хорошо, давайте дальше. Вы опять потеряли в Думе, что ли? Нет, никто не потерял в Думе, не предоставляет. У нас в Думе нет решения, в котором этих материалов нет. У нас он тоже есть. Хорошо, давайте второй вопрос. В генеральном плане в пункте 1.3 предложено внести изменения о создании территории опережающего развития на территории Сбестовского городского округа. И сделана ссылка на приложение номер 9. Однако у каждого приложения идет речь о создании территории опережающего социально-экономического развития. Это немного разные территории, для создания которой распространяется правило, указанное в постановлении правительства номер 614. Так о какой территории у нас? То есть получается речь идет не о территории опережающего развития, а о территории... Речь идет о возможности создания территории, опережающей социально-экономическое развитие на территории Моноборода, Бестовский городской округ, в соответствии с 614-м постановлением. Все, я не случайно этот вопрос задал, потому что руководствуется именно каким постановлением и каким порядком. Вот вы сказали, что в 614-м постановлении есть ссылка на порядок присвоения статуса территории, опережающей социально-экономического развития. Вот укажите, пожалуйста, вот в этом. Нет, ну что, мы запутались. Ваш вопрос относится к вопросу, выносимому на голосование или к вопросу, что включено в состав заявки, которая подписана? Да нет, его надо было в цепи. Нет, дело не в этом. Вот в 614-м постановлении покажите, пожалуйста, пункт, на основании которого есть необходимость вообще дать юридическое обоснование внесению изменений в генеральный план города Азбеста для подания заявки. Вот, пожалуйста. Не можно отвечать? Да, можно. Если бы вы запросили это заранее, мы бы не доставили. И сейчас попробую ответить на ваш вопрос с колесом. Давайте. 614-е постановление правительства об особенностях создания территории, сближающей социально-экономического развития, на территории моноклопинных, муниципальных образований. Пункт 2. Для создания территории, сближающей развития на территории монокородов и продления соответствующих сроков предоставляются следующие документы. Здесь пункты с пункта А по пункт П. В частности, пункт З предоставлены картографические схемы субъекта Российской Федерации монокорода, содержащие сведения, предусмотренные настоящим постановлением информации о наличии сведений о территории сближающего развития, стратегии социально-экономического развития Российской Федерации и иных документов стратегического планирования, к которым относится генеральный план Азбестовского городского округа. Вы решили, что генеральный план Азбестовского городского округа относится к иным документам территориального планирования. А на самом деле, что Вы решили об этом? Город Краснотуринск. Он уже является территорией, приезжающего к социально-экономическому развитию ТОР. Какие вы можете сказать? Я созвонился с отделом, кто составлял заявку и подавал заявку на... Фамилия и отчество. Я Вам приведу отдельно. Значит, дальше. Я Вам назову фамилию и имя отчество. Значит, вопрос в том, нужно ли вносить изменения в генеральный план. Ответ не перебивайте, пожалуйста. Не перебивайте. Подождите, давайте я за зам. Вы спросите дать его, скажем так, правовую оценку о необходимости включения изменений в генеральный план города Азбеста? Вы сами себя слышите? На каком основании Вы вносите этот вопрос? Где у Вас юридическое обоснование внесения изменений в генеральный план? Оно отсутствует. Евгений Михайлович, я Вам дал ссылку на фунт, что 14-е постановление правительства. Я отвечаю, можно? Да. Вы свою речь и рептику построили на основании того, что Вы позвонили кому-то в Красно-Туринск. И Вам сказали, что в Азбесте вносить в генеральный план ничего не надо. Ну, я не могу парировать на это ничего. Простите меня. Не могу. Просто не могу. Я сдал ссылку на постановление правительства. Постановление правительства не сказано. Иные документы не являются генеральным планом. Хорошо. Две судебные инстанции должны были тоже позвонить в Красно-Туринск, проконсультироваться и принять иное решение. Я правильно понимаю? Без вариантов. Судебные инстанции рассматривали не вопрос внесения заявки на присвоение статуса городу территории опережающего развития. Судебные инстанции рассматривали вопрос изменения в генплан. Если бы суд понимал, что изменения в генплан не нужно вносить, он бы принялся то есть прочее решение. Ввиду того, что в 614-м постановлении правительства по порядке внесения заявки о создании территории опережающего социально-экономического развития, отсутствует пункт о внесении изменений в генеральный план развития муниципального образования, я считаю, что это внесение преждевременно предлагаю отправить на разработку в главе Азбестовского образцового органа Украины. Для города Азбеста практика принятия решений через суд, вот это совершенно та практика, которая не дает перспективам развития. Я каждый раз, каждому из депутатов говорю, есть претензии, придите и скажите в глаза. Ни один за все время не обращался, не говорил. Сегодня мы рассуждаем тор, инвестиции, перспективы и будущее, а все равно уходим в суд и разбираемся между собой. Откровенно говоря, деля кресло. Вот если на данный момент вопрос стоит о том, я обращаюсь сейчас к каждому депутату, включая ухмылки, включая непонимание, вот для того, чтобы оформить заявку, ее представить и защитить. Это очень большой труд. Мы можем рассуждать хоть сколько. Изначально по обязательствам, что здесь не будет сурьмы, сегодня об этом речь не идет. Я обращаюсь к каждому из вас. Наш бюджет, наш бюджет, который мы имеем сегодня, с которым каждый из вас, я могу, кстати, прямо озвучить это, депутат Гарипов, не сделанная дорога, депутат Получшин, не сделанные пешеходные переходы, депутат, получается у нас Коптюк, не устроенный, не сделанный, сегодня не приняли решение счетчики, депутат Давыдов, решение экологических вопросов, на все требуется формирование доходной части. Наша доходная часть, треть от того, что нам датирует. Мы имеем дефицит бюджета, мы имеем кредиторскую задружность, которую вот сегодня есть камень преткновения, и мы не имеем права говорить о завтрашнем дне. Я обращаюсь к каждому из вас, здесь нет, я еще раз говорю, Тора, ни вам и ни мне решение принимать, будет территория опережающая в развитии или нет. Я очень признательна депутату Шабанову, что он позвонил, съездите в Краснодаринск, и посмотрите, что за год сделано там, и что за год сделано в Азбесте. Принимая такое решение, мы сегодня и завтра не видим даже в отношении наших детей появление новых производств, формирование доходной части. За счет чего? За счет того, что за глаза мне говорят, помоги сделать дорожку на Махнёва. Да с чего ее сделать-то? Вот он, кошелек, который принять не можем. Ну это ведь, это же элементарные вещи. Нет доходной части, нет расходов. Перед жителями, минуту, минуту, меня не надо закрывать. По, именно перед жителями, я считаю, решение должно быть принято, объективно. Да, мы решу на голосование, на предложение Шабанова, данный проект решения отправить, опланить и отправить на доработку главе Азбестовского городского округа. Кто за данное решение, прошу голосовать, кто за? Десять человек. Кто против? Девять человек. Доварищи, здравствуйте. Девятнадцать нас, я считаю. Так, решение принято. Субтитры подогнал «Симон»